МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Китайская компания володая правом на распрацелуку одзинных на постсоветской просторы родовища у Итриевой и Берильевой групп, яке размещены у Кыргыстане. На Гомельском химическом заводе гостей из Китая цікавить макчимость отримания редкоземельных металлов за отходу вытворчасти предприемства. Бизнесмены по часу встречи смогли отримать информацию, якую будут старанно анализовать на протягу ближайших месяцев. У вынеку установчего решения на при конце этого года будут подписаны погоднения об супрацовнецтве. На Гомельщине завершается уборка сбожжевых. Разом с темпалявой работы на этом не скончилися. Специализованные господарки ведут на рыхтуку Городнины. Не глядячи на невельми сприяльный по климатичных умовах год, аграры плануют собрать у Раджайни горш за леташний. Олег Синцеров потекавился перспективами. У коммунальным сельскохозяйственным унитарным предприемствам Брылёва Гомельского района Городнины займаются уже некольки 10 годов. Зараз на палетках господарки коля 15 культур, кожная за яких мая до того же до 10 годов. Такая разностайность дозволяя отримывать у Раджай в открытом грунте с початку лета до середины осени. Вогули выбор культур у значной ступени залежит от потреб рынка, але некоторые из их почали выросшиваться еще и по причине изменения климатичных умов. Размова у приватности об так же червоном перце и спаржевой фасоли, хоть по великим рахунку, повышение середних температур приносит больше проблем, чем плюсов, але висся можно снасти и тут. В частности, в нашем хозяйстве есть две дождевальные машины кругового движения, четыре машины передвижные дождевальные, поэтому это нам позволило все-таки, несмотря на эту жару и несмотря на дефицит влаги, получить хороший урожай. В частности, вот сейчас мы закончили уже уборку гороха и урожай на один центр даже больше, чем по сравнению с прошлым годом. Для того, как зарабить выники работы больше стабильными, уксуп Брылёва занимается выросшиванием городины не только в открытом грунте, але и в теплицах. Тут перший урожай отримливается еще у лютым, а пошки в листопаде, что дозволяет не только забеспечивать потребы местного населенства, але и реализовывать продукцию у инча регионы. Тем больше, что при доброй урожайности можно различивать на великие объемы. Тепличная господарка уксуп Брылёва иснуе 30 годов. Летость тут с кожного квадратного метра отримали по 51 килограмму огурков и помидоров. Это самый лепший выник у Гомельской области. Уласная перепроцовка уксуп Брылёва заявилась еще в 1946 году, але, за правды, сучасную вытпочность, где городину можно как консервовать, так и замороживать, открыли 7 годов тому, что, до речи, дозволило заменить на внутреннем рынке значную частку импортной продукции. Летость, например, тут заморозили только спаржевые фасоли больше 500 тонн. Сегодня так кажутся, и я буду еще больше. При этом господарцы не утуевают. Для того, как конкурировать с замежными вытворцами, необходимо выкористовывать сучасные технологии. Напрямую работаем с многими иностранными фирмами, которые имеют дилерские центры на территории Республики Беларусь. И изучение всех новых сортов и технологий дает очень хороший результат. Если, скажем, в 1995 году мы производили до 3000 тонн овощей в открытом грунте, то уже в 2014 году мы получили 10 112 тонн. Олег Сентяров, Валерий Габанько, телерады компания «Гомель». До других тем. Одразу на двух Гомельских пляжах были знайдзены артиллерийские снарады часов Великой Айчинной войны. Спочатку это произошло в пригородном поселке Чонки, а затем – каля пляжу в Новобелецком районе областного центра. За тем, как обеспечивали боеприпасы, назирала наша здымочная бригада. На Новобелецком пляже пустынно. Купань не сегодня заборонена. Правда, в этот раз не из-за якости воды. Как высветлилась рака, в этом месте таила иншую небезпеку. Выявили ее выротовальники освода. Подчас тренировки водолазы зауважили на дне предмет, який по форме нагадывал артиллерийский снарад. Людей эвакуировали, праздарение поведомили у военкомат. Задачу серьезно ускладняло место находжения боеприпаса. Кабабя сшкодить, яго с Витебска приехала специальная группа десантников, яке мают и саперную и водолазную подрыхтовку. У нас работают, есть группа водолазов. Это Витебская 103-я мобильная бригада. Снаряд времен Великой Отечественной войны, он всегда опасен, потому что он находится в очень плохом состоянии. Любое взаимодействие с воздухом или так может привести к взрыву. После некоторых опусканий у воду водолазы-саперы достали артиллерийский снарад 122-го калибра. На дне сожей он пролежал больше за 70 годов. Узрывальник находился на узводе. А это значит, выбух мог отбыться в любой момент. Саперы кажут, что в опошний час сутыкаются с подобным регулярно. Без факторов на дворде так само не обойшлося. В этом году в связи с тем, что именно река обмелела, частые вызовы у нас идут именно в район реки. Часто находятся снаряды на окраине воды, то есть на урезе. Река отступила, появились боеприпасы. Особенно это касается Ветковского района и Гольмского района. И в районе пляжей. Народ купается, вода прозрачнее сейчас стала, все видно. Глубина небольшая, поэтому часто находят именно в этих местах боеприпасы. Часто выезжаем. Руслан Пролясковский, Сергей Нігеревич, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». Долгочеканная прохолода пришла в Гомельский регион разом с Ливнями и Навальницами. Напереда дни непогаць назиралася практически во всех кутках нашей области. Самое чувальное наступство в Брагинском и Ветковском районах. Там за одни сутки выпала половая месячной нормы опадков. Причина – проходжение по всей территории региона атмосферного фронта, який характеризовался с утекнением теплых и холодных поветрных масс. Стыхия означалась и в областном центре. Александр Гамоля протягнет. Прикладно, каля 6.01 вечера, в телевизийную вышку ударила «Маланка». Электричный разрад, який пройшел по конструкции, сопроводжался моцным гуком. Его почули навод за некольких кварталов от телецентра. Вось, как это описывают работники телерадиокомпании. Во время грозы я как раз находился в студии, в одной из студий радиовещания. И мы готовили выпуск очередной передачи со звукорежиссером. Я посмотрел в окно в какой-то момент и как раз увидел, что проскочил хвост как бы от молнии вот на уровне 3-4 примерно секции, сколько мне можно было видеть из окна. Я так понял, что это была не вся молния, только ее окончание. То есть она, видимо, пришла откуда-то свыше. И что было характерно, очень сильный, такой нетипичный, необычный, с металлическим призвуком такой вот гром прозвучал. У нас сразу затрещала аппаратура, то есть было понятно, что мощный силовой удар пошел, один пульт вообще выключила и пропало на какое-то время вещание. Не глядячи на наявность специальной системы оховы на больницу, выник удару Маланке, у телевизийную вышку, у будинку телецентра отбылся шматлики, техничные неполадки. Зникла компьютерная сетка, зладу вышла частка эфирного обсталявания. Под погрозой невыхода у эфира казалась и передача диалог. Не отбылась а трансляция программы «Новины региона». Назиралися сбои у радио Вяшшани. Сегодня ранится и все техничные неполадки были ликвидованы. Телерадио компания «Гомель» почала працовать у штатным режиме. Я впервые за 25 лет работы столкнулась со столь мощным ударом стихии, последствия которого ощущаются и до сих пор. Как говорится, незаряженное ружье тоже выстреливает. Уважаемые телезрители, я приношу свои извинения за технические сбои, которые были в нашем эфире и надеюсь, что вы по-прежнему останетесь друзьями нашей компании и нашими зрителями. Протягиваем выпуск. У «Гомель» прошел День Добра. Шлях милосердностей пропонувал БРСМ, який организовал доброчинный марафон «Ося фарба життя для тебя». До акции долучилась Катярина Сапельникова. Каб стать больше добрым, не треба учиться в университете або наведывать специальные тренинги. Достатково быть человеком. Да помогчи близкому просто лишать активиста БРСМ. Доброчинный кермаш, раздача буклета, упамятные фотосдымки, посадка древорадостей у Доме-интернации для детей с психофизичными особливостями, а головная увага и теплые слова – минавито гэтым щодро делились арабяты. А кроме того, яны подрыхтовали конструктивные пропоновы як полепший доброчинный рух на Гомельщине. «Мы провели дебаты в рамках проекта «Выбирай.бай», целью которого было узнать проблему волонтерства, с чем сталкиваются, с какими препятствиями молодые люди, которые просто хотят безвозмездно отдать частичку добра, но, к сожалению, иногда встречают какие-то, скажем так, преграды». У делу в доброчинном марафоне проняли белорусские озорки. Своим прикладом яны доказывают – творить добро – это духовная необходность. «Первая очередная задача, скажем так, даже не задача, а, вероятно, необходимость отдать кусочек того, что мы можем сделать, как артисты. Часть себя в данной ситуации, наверное, самое малое, что мы можем тому, кто нуждается в этой помощи». Кульминацией Дня добра стал концерт у громадско-культурным центра, который проходил под названием «Усе фарбы життя для тебя». Мероприемство организовано в поддержку двух гомельских студентов, которые опынулись в тяжкой життевой ситуации. Дарья Мазуренко и Владислав Климашевский трапили в ДТЗ. «Да помогать молодым людям мог каждый. Для этого надо было просто купить квиток на концерт. Это доброчинный марафон на помин. Для милосердности у нас есть каждый день». «Есть ощущение сопричастности к тому доброму, что происходит, что творится в этом мире. И мы стараемся любым способом к этому как-то присовокупиться». Катерина Сапельникова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине завершились святочные мероприемства, присвеченные 90-годью створения Гомельской епархии и 25-годью ее отраджения. Поскую литургию на территории прихода, где иде будовництва храма святого покутника Иоанна Война в Жлобине, означали у митрополит Минский Заславский, патриарший экзарх у сия Беларуси Павел. Тоже у ладыка здесь не учин закладки первого камня у подмурок будущего храма. Подробностей двухденного визита у Гомельскую епархию митрополита Павла в материале Светланы Князевой. На пярыды дни после Босской литургии у Свято-Петропавловским кафедральным собором Гомеля и хрыстного хода до помника святителя Кирилы Туровского митрополит Павел у сопроводжении архиепископов и епископов наведал Святомикольский Мушсинский монастыр Гомеля. Тут у ладыка узначали улитый юно могиле незабывного архиепископа Аристарха, який в 1990-м годе был призначен керуючим архиереем Гомельской епархии. Миновета архиепископ Аристарх стоял для витоков отраджения епархии. Воспринявший христианство еще в советское время, когда церковь была ганима, он прошел очень непростую школу, сохранил веру, смог приумножить ее в своем сердце, принять монашеский постриг и стать одним из первых архиереев возрождаемой Белорусской православной церкви. После Микольского Мушсинского монастыра архиереус строкали же хары ветки и добруша. На протягу двух дней, подчас своего наведывания Гомельской земли, митрополит Павел неодноразово означал, что его сердце радуется тому, что сегодня православные храмы не пустуют. Люди мают махшимость свободно молиться, просить и отрымливать по своей вере. Ибо дай гэта самая каштулная, особливо, кали озернуться у атеистичное минулое. Мне хочется сегодня вспомнить, добрым словом, покойного владыка Аристарха, который стоял у истоков возрождения. Вспомнить сегодня и преснопамятного епископа Тихона Шарапова, который был первым полноценным епископом города Гомеля. Также хочется вспомнить и первого епископа векарного города Гомеля, который канонизован и пришли с ним клику святых новомучеников, владыку Митрофана Краснопольского. Другий день визиту у ладыки Паула почався со святочного богослужения на территории Прихода, где будуется храм святого покутника Иоанна Воина у Жлобине. Отбылся и чин закладки первого камня у подморок будущего храма. Святый покутник Иоанн Воин служил у войску римского императора Юлиана Отступника. Разом с иншими воинами он был отправлен забивать гнаных христиан. Знишнее все так и выглядало. На справе Иоанн Воин оказывал великую поддержку христианам. Усё своё жице он присвятил служению ближним. Жил у честяне и святости. У рамках святкования тысяча годзя с того моменту, коли пайшоу життя хреститель Руси князь Уладимир, по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стяфана, каучех с мощами ровноапостольного князя Уладимира принесен у городы Гомельской епархии. Першими поклонились святыня же хары Жлобина. У гэтаж день архиерей наведали свято-Успенский жанодший монастырь у вёсцы Казимирова Жлобинского района. Искренне радуюсь тому, что совершается сегодня на Гомельской земле. Под амафором епископа Стефана происходит очень много хорошего, важного на благословенной, теперь я уже говорю с полной уверенностью, на благословенной Гомельской земле. То, что мы сегодня видим и в Гомеле, и в Жлобине, это преображение внешне, украшение городов, украшение веси. Это всё свидетельствует о том, что сегодня происходит внутреннее преображение человека. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Угомель» с Жлобинского района. И на гэтэм выпуск завершен. И у студии працевала Наталья Игнаценко. Усяго доброго. И до встречи завтра на телеканале «Беларусь-2» у 7 годин ранецы.